Права и обязанности собственников жилья и членов их семьи. Права, которые получает собственник жилья, достаточно обширны, но при этом их нельзя назвать безграничными. Тему раскрывает Левика Рутюнян, главный специалист юридического отдела администрации городского округа ЗАТО Фокина. Подробно смотрите далее в сюжете, который выходит в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Владельцы жилых помещений обладают не только правом использовать их для проживания и получения дохода, но и должны исполнять обязанности по содержанию жилого помещения и общедомового имущества в надлежащем состоянии. Права и обязанности собственников у нас регламентированы по статье 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, также пунктом 19 постановления правительства номер 25 от 21 января 2006 года, также постановлением правительства номер 491 от 13 августа 2006 года. Согласно данным порядкам, то, что я перечислил вышесказанного, собственники жилых помещений обязаны содержать живое помещение в пригодном для проживания состоянии, также нести расходы на содержание, ремонт общего домового имущества, также они не должны нарушать права и законные интересы соседей, оплачивать налог на имущество в обязательном порядке. Собственники жилья должны выбирать способ управления многоквартирным домом и контролировать деятельность управляющей компании или ТСЖ. В случаях выявления нарушений сообщать в жилищную инспекцию. Помимо расходов на коммунальные услуги и текущий ремонт общих помещений, собственники также обязаны оплачивать в фонд капитального ремонта ежемесячные взносы, размер которых устанавливается региональным оператором. Члены семьи собственника имеют безусловное закрепленное законом право пользоваться жилым помещением наравне с его владельцем. Исключением являются лишь случаи, когда между ними заключено особое соглашение о порядке пользования квартирой. При этом они обязаны соблюдать общепринятые правила пользования помещением. Дееспособные совершеннолетние члены семьи еще и несут равные собственникам обязательства по содержанию жилья, в частности, по оплате коммунальных платежей, расходов на ремонт и т.д. Собственники жилых помещений имеют право продавать, дарить, обменивать или завещать свое имущество по наследству. Также они могут проживать на жилом помещении совместно с членами семьи, прописывать третьих лиц в данных жилых помещениях, сдавать жилье в наем, но при этом они обязаны оплачивать налоги от полученных доходов и сдавать декларацию в обязательном порядке. Это в налоговый орган у нас подается. Также они имеют право сдавать жилое помещение в коммерческую аренду юридическим лицам. Все иные сделки с жилой площадью, на которых прописаны несовершеннолетние или имеют какую-то долю, все сделки должны совершать при наличии положительного заключения сотрудников отдела опеки. Такое заключение оформляется в виде разрешения, которое выдается органам местного самоуправления. В рамках выполнения обязанностей по содержанию жилья в надлежащем состоянии и обслуживанию общедомового имущества собственник должен соблюдать определенные ограничения, такие как запрет на организацию в жилой квартире промышленного производства, запрет на выделение и отчуждение доли в праве на общедомовую собственность и запрет на проведение перепланировки или переустройства жилого помещения без соответствующих согласований и разрешений. Без таковых разрешений данные действия будут считаться незаконными. Нарушение собственникам правил пользования жилым помещением и невыполнение обязанностей по его содержанию может привести к следующим последствиям. Принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги с учетом пеней и штрафных санкций. Также выселение жилого помещения, лишение прав на субсидию и льготы, это у нас социальные выплаты, присуждение административного штрафа. Наличие долгов за капитальные ремонты коммунальной услуги приведет к трудностям при получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг или погашения ипотечного кредита. Отметим, что границы между допустимым и запрещенным использованием жилого помещения трудно поддаются формализации и в юридической практике рассматриваются, как правило, индивидуально. Таким образом, собственник недвижимости имеет право пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Однако при условии, что это не создает неудобств окружающим и не нарушает права других собственников. При этом основной функцией помещения должно оставаться именно проживание людей. Возможности ведения трудовой деятельности в квартире или индивидуальном доме существенно ограничены. Поведение и образ жизни владельцев недвижимости не должны противоречить санитарным нормам, нарушать интересы соседей и создавать угрозу для их имущества. Продолжение следует...